Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Games! И сегодня у нас будет обзор нового проекта, который, в общем-то, по сути, является и не новым, в общем-то, а это перерождение некогда популярного проекта Delta Squad. Ну и, разумеется, полное название проекта Delta Squad Reborn. Я, к сожалению, не застал лучших годов существования этого проекта и не знаком с ним вообще. Поэтому мне самому интересно посмотреть, что же здесь такого переродили. И вот сразу же бросается в глаза, это очень-очень старенькая сборочка. Еще играя на пиратских версиях первых проектов Altis Life, я видел вот такие вот карты, где, в общем-то, никаких особо иконок-то и нету, а в основном только такие картографические обозначения. То же самое мы сейчас видим и на этом проекте. Да, проект такой, я бы сказал, достаточно олдскульный. Ну и, не теряя времени, проходим центр ковалы и видим, что здесь тоже минимум изменений. В общем-то, изменения коснулись в магистрали, проходящей через город Ковалу. Как видим, огромное награждение бетонных сооружений. Это для того, чтобы здесь, в общем-то, не гоняли. И, ну, наверное, для этого. Стоят также и радары. Ну а сама Ковала, как мы видим, изменена, ну, минимально. Опять-таки отсылка к олдскульной школе. Но, вот вместо этой баскетбольной площадки, в скором времени вырастет здание медицинского центра. Ну, это я покажу вам позже, когда его поставят сюда. Ну, а на данный же момент меня очень впечатлило вот это вот награждение бетонных бордюров посреди дороги. Я так понимаю, что таким образом автор хочет ограничить здесь скорость движения. Но есть и в этом какой-то смысл. Ведь вокруг и так одних бетонные заборы. Зачем такое нагромождение? Ну, честно говоря, для меня остается загадкой. Такое впечатление, что просто вот хотелось что-то построить. И вот давайте-ка сделаем вот так. На самом деле такое себе решение и красоты, и какого-то вообще функционала это на себе не несет. Вот. Вообще, мне кажется, что разработка проектов Altis, именно Altis, причем и именно Ковалы, он вообще оброс вот этими стереотипами, что ну вот Ковалу будем изменять, значит все обнесем заборами. Поэтому, ну, на какой проект не зайди, все кругом обнесено заборами. Ну, ладно, проходим в центр Ковалы и идем к банкомату. Как видим, банкомат тоже выполнен в таком же олдскульном стиле. То есть, это такой старинный банкоматик. И видим, сколько нам дается подъемных денег. Это заставляет подумать, а что же у нас здесь будет с экономикой. Потому что подъемные денежки достаточно маленькие. Скорее всего, что и цены здесь тоже низкие. Давайте смотреть в ближайшем магазине. Ну, как выполнен магазин, вы видите. В общем-то, ничего тут сказать нельзя. Есть корзина, что вот я всегда одобряю, мне нравится. Это лично мое мнение. Мне всегда нравится, когда сначала можно навалить себе в корзину, потом из этой корзины, если что-то не понравилось, удалить. Мне всегда нравится, я приветствую магазины, выполненные вместе с корзиной. Ну, и вот такой вот ассортимент, такие вот цены. По ценам посмотрим еще потом, чуть позже. Разберемся, поездим, ковыряемся, посмотрим, пощупаем эту экономику своими руками. Ну, а пока проходим дальше. И как мы можем заметить, что все магазины продуктовые, хозяйственные, вынесены вот сюда, на этот пятачок. Все магазины стоят вот здесь и выполнены они в виде таких вот ботов, стоящих за прилавками. Единственное, не знаю, что это недоработка, косячок, но постоянно, видите, загорается табличка лицензии. Она начинает загораться, как только вы заходите сюда. В общем-то, в любом месте вот этой площади вы можете нажать, и у вас загорится таблица с лицензиями. Ну, а сами лицензии, цены вы сейчас видите. Цены действительно низкие. Что говорит о том, что здесь нет таких цен, там, миллион, сто тысяч, там, ну, такие вот. Здесь все так занижено, в общем-то, ну, это начальная экономика. Проект только открылся, и, скорее всего, что в ходе действия этого проекта цены все-таки подрастут. Ну, а как настроена или не настроена экономика, мы посмотрим чуть позже. Ну, вот, как я и говорил, вот так вот выполнены здесь магазины, вот так стоят ботики, и с ними мы взаимодействуем. Сам товар, в общем-то, стандартный, и ничего такого более-менее уникального я здесь не увидел. Наборы все то же самое, как и на большинстве проектов. Единственное, наверное, что я бы мог докопаться, это стилистика, как это выполнено. Да, вот мы подходим к мужичку, который стоит с мешками, с какими-то бобами и ведрами, а на самом деле это магазин одежды. То есть, как бы, ну, вот к этому я бы еще мог придраться, но это дело вкуса, я бы так сказал. Все-таки вкусовщина. Но стилистики какой-то вот нету, да, базарный какой-то вид, а на самом деле это магазин одежды. Ну, а одежду вы сейчас видите. Единственное, что мне понравилось, вот это вот скин тетеньки. Такая она получилась сексуальная, интересная. Я не видел такого скина. Ну, я не говорю, что его нет нигде, просто я его такого не видел. Ну, а остальную одежду я сейчас в быстром режиме прикручу. В общем-то, в этом магазинчике есть что выбрать, и я тут себе накидал какую-то одежду, которая мне более-менее понравилась. Не могу сказать, что здесь есть какие-то уж мега уникальные вещи, но если сравнивать с предыдущим моим обзором предыдущего проекта, то здесь есть хоть что можно выбрать и что можно одеть. Потому что на предыдущем обе проекте это, конечно, вообще было очень скучно и, я бы сказал так, сухенько. Ну, а здесь вот такая вот одежда. Хотя я вот стал покупать одежду только, наверное, в последних своих обзорах этих проектов. Раньше я вообще просто заходил, смотрел и ничего себе не покупал. Потому что, действительно, на первоначальных этапах развития, когда вы заходите на проект и пытаетесь чем-то здесь позаниматься, одежда не играет этой роли. Да, в дальнейшем уже, когда у вас появится какой-то жирок, у вас будет какая-то денежка, там можно уже будет пойти в магазин, поковыряться, посмотреть себе какую-то одежду. Может быть, там для работы, а может быть, там для бандитизма, какие-то маски уникальные, там, ну и что-то. Но на начальных этапах это абсолютно необязательно. Я бы даже сказал больше, нет смысла тратить изначально деньги, не зная самой экономики. Ну, я вот уже начал придуриваться, то я бы так сказал, напяливать на себя какие-то вещи, тратить этим деньги. Хотя уже неоднократно попадал в такие ситуации, когда потратил деньги на одежду, поехал там, например, у меня был случай, я поехал покупать, ковырять, вернее, персики, по-моему, или яблоки, а у меня не хватило денег даже на тяпку. Там была механика сбора яблок тяпкой, тоже, кстати, такое себе занятие. Но вот у меня не хватило денег на тяпку, потому что зашел в магазин и купил себе какого-то бесполезного, в общем-то, шматья. Единственное, что нужно обращать внимание, это на обвесы. Если есть какие-то в продаже сумки, там, обвесы и рюкзаки, естественно, потому что на большинстве проектов рюкзак все-таки играет важную роль. Кстати, надо сказать, что вот на предыдущем проекте, который я обозревал, в котором было мало одежды, да, вот про то, о котором я говорил, вот там рюкзак вообще игроку был не нужен. Это тоже, кстати, уникальная штука. На самом деле, уже вот играя на этих проектах, поднадоели эти рюкзачки, сумочки, и мне было интересно, когда я зашел на проект, а рюкзак там абсолютно не нужен. Ну и, в общем-то, ладно. Посмотрели одежду, кое-что себе прикупили, давайте обратимся к карте. Карта здесь, ну, она не уникальная, но она какая-то своеобразная. Она действительно доисторическая такая вот, начиная с первых проектов, когда еще только карты начинали делать, рисовать, там, придумывать иконки. Как видите, здесь, я бы даже сказал, иконок-то и, ну, практически нету. Больше картографические обозначения, квадратики, треугольнички, кружочки. Карта читается сложно. Скажу сразу, сложно, непривычно, нету обозначений нам привычных, нету иконок, нету какого-то уникального меню, когда вы наводите на какую-то иконку, или на какое-то место, и выскакивает табличка, обозначающая, что это такое там с пояснениями. Здесь ничего подобного нету, к карте надо какое-то время привыкать. Как вы можете заметить, что я переключился в белый режим, потому что, ну, достаточно сложно что-то здесь найти. Но, несмотря на то, что карта имеет какой-то вот такой старый примитивный вид, она не лишена каких-то своих уникальных вещей. Так, например, эта карта разделена на два, на две карты. Это два разных государства. Потом я это вам покажу, как это выполнено и как это вообще работает. Также, как видите, магазины автотранспорта разделены на марки. Есть, правда, один магазин зарубежной техники, хотя в зарубежной технике продается наша отечественная техника. Ну, такие вот странности еще есть, но проект только открылся, дорабатывают и, в принципе, поменять название не так сложно. Я имею в виду поменять название магазина на карте. Ну, а, в принципе, вот такая вот карта. Ну, а о том, как она разделена на два государства, мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас давайте проедемся по магазинам. И первым мы посетим вот тот самый магазин зарубежной техники, в которой, в общем-то, продается, ну, я бы сказал, не совсем зарубежная техника. Начиная вот с стандартной машинки, квадроцикла, и далее пошли уже почему-то отечественные машины, АК, УАЗик, ну и так далее. Наверное, какую-нибудь из них мы сейчас и прикупим. Цены вы видите, цены, как бы вам еще тут сказать, тут есть один такой нюансик. Цены, сейчас вы их видите, это изначальный. Но при заходе на проект, после того, как вы зашли, и потом перезашли второй раз, да, вам пропишется випка. Поэтому цены будут гораздо ниже. Випка здесь дается каждому, кто заходит сюда. И дается випка на три месяца. Это огромный срок, я вам скажу. Поэтому цены пока вот такие, но после следующего захода на сервер, цены станут гораздо и гораздо дешевле. Ну, а что касаемо магазина зарубежной техники, я так думаю, что здесь выдержана стилистика какой-то американской, может быть, жизни. И поэтому наша отечественная техника для этого проекта как бы считается иностранной. Наверное, вот поэтому она называется магазин иностранной техники. Ну, а мы, наверное, прикупим себе какую-нибудь машинку. Но машинка нам пока еще только доступна. Вот такая вот акулька. Хотя она мне не особо и нравится. Но по деньгам пока вот только она. Есть огромное количество расцветок, раскрасок. И вот это то опять касается того, что зря потратил деньги на одежду. Чего делать, в общем-то, не стоит. Ну, ладно. Покупка происходит таким вот образом. Мы покупаем машину и сразу же появляемся уже в самой машине. Ну, а внутри она выглядит вот так. Мне не очень нравится, что руль перекрывает всю приборку. В общем-то, ее вообще не видно. Ну, машинка как машинка. Единственное, что еще мне очень не понравился звук у нее. Такой он не очень приятный. Не говорю, что он плохой, он просто какой-то не очень приятный. Но, в принципе, вот начальная машинка у нас вот такая. Вот на ней-то мы и отправимся добывать плодово-овощные культуры. Посмотрим, как это выполнено, ну и где это вообще находится. За кадром я съездил и купил два вида инструментов. Так как я уже говорил, что карта не очень информативная, и даже нету иконок, обозначающих, с каким инструментом туда надо ехать, я взял сразу же два инструмента. Взял лопату и тяпку. Ну, какой-то из них нам пригодится на картофельном поле. А именно туда мы сейчас и едем. Ну, а само картофельное поле выглядит вот таким вот образом. Ну, надо сказать честно, я и не рассчитывал, что приехав сюда, я увижу здесь действительно что-то похожее на картофельное поле. Надо вообще сказать, что отношение к культурам было на высоком уровне только на одном проекте. Это MyLife. Ну, обзор его вы можете посмотреть вот по этой ссылочке. Там действительно, если вы едете собирать хлопок, будьте уверены, вы приехали на поле, и там будет хлопок. Если вы приехали собирать бананы, там будут висеть бананы. Если приехали за виноградом, это будут виноградные лозы. Там это было действительно выполнено на высоте. Ну, вообще на этих проектах это выполнено вот так. То есть, если картофельное поле, то это просто поле, ничем не похожее, но тем не менее. Тут я столкнулся со следующей ошибкой, которую я уже забыл. Действительно, на старых первых сборках, если вы покупаете одновременно два инструмента, то последний инструмент вам падает в рюкзак баганый. И так получилось и у меня. Как видите, лопата к картофелю не подходит, хотя странно, копать картошку надо лопатой. Но ладно, здесь это надо делать тяпкой. Но, как видите, я выбрал тяпку, а у нее ноль взмахов. То есть, последний инструмент, который вы покупаете, он вам падает баганый. То есть, без взмахов. Покупать надо по одному инструменту. Я уже совсем, честно говоря, забыл, что такой баг раньше действительно существовал. Я только сейчас о нем вспомнил, вот когда на него наткнулся. В общем, покупать надо по одному инструменту. Покупая два, последний инструмент падает вам в рюкзак без взмахов. Уже за кадром я съездил, поменял, ту тяпку пришлось выкинуть, потому что взмахи отдельно не продаются. Я купил новую тяпку и вот, как видите, она заработала. Ну, а сбор ресурсов выглядит вот таким вот образом. То есть, он делает три взмаха и вокруг появляются мешки. Мешки не старого образца, мешки нового уже образца. Вот один из них. Ну, и, в общем-то, дальше мы их собираем и грузим в нашу акулину. В общем-то, вот такой вот процесс сбора. И он такой везде. Это не только картофель, это что бы мы там не собирали. Это все будет выполнено вот в таком вот стиле. Ну, дальше я это еще покажу. Мы еще поездим, посмотрим на какие-то ресурсы. Но это везде выполнено так. Просто если мы едем на нефть, это появляются бочки. Если мы едем за газом, это появляются баллоны. Если мы едем за песком, это появляются такие же мешки. Ну, в общем-то, вот таким вот образом это выглядит. Скорость у меня сейчас сбора без випки. С випкой она гораздо быстрее. Просто я зашел первый раз и не перезашел еще, поэтому скорость пока вот такая. Но даже без випки я вам скажу, что скорость сбора достаточно приличная. Хотя еще випки у меня нету. Она появится только когда я перезайду. Вот так вот выглядит здесь сбор ресурсов. Каждый, наверное, будет для себя решать сам. Хорошо это или плохо. Я сторонник автоматизации. Мне вот такой сбор ресурсов не очень нравится. Ну, это мое мнение. Но я слышал в комментариях, что людям многим нравится, когда надо мешки собирать, когда больше затрат времени. Ну, каждому свое, каждому нравится что-то свое в арме. Наверное, в этом арма и прекрасна. Что каждый себе находит что-то свое и что-то интересное для себя. Ну, а мы, наверное, отправляемся дальше. Ну, а дальше это, естественно, точка продажи того самого картофеля, который я собрал. И вот тут мне первый раз привиделось, что что-то с экономикой здесь не очень хорошо. Я набрал полную машину картофеля и полный рюкзак. И вот первая продажа у меня вышла на 243 доллара, что тоже не особо много. Ну, а вторая остатки я продал вообще на 196 долларов. Кстати, заметьте, есть кнопка «Взять все». И здесь эта кнопка присутствует везде. Таким образом, у меня общее количество долларов собралось 439, что, в общем-то, ну, совсем немного. И что заставило меня сесть на почтовую машину. Потому что, ну, собирать картофель или те же яблоки, ну, совсем уж сложно и очень-очень дешево. Ну, а сама почтовая служба сейчас перед вашими глазами. И, в общем, это достаточно стандартный Fidex. Обычная стандартная машинка. Ничем она не отличается. Единственная фишка то, что в этой профессии можно выбирать точки самому. То есть я, как всегда, сажусь и выбираю первую и двадцатую. Это самая дорогостоящая поездка. Но она занимает огромное количество времени. Потому что проехать вам надо всю карту. От первой точки, которая находится под ковалой, до последней. Которая находится аж на самом дальнем конце карты у маяка. Ну, за это платится 27 тысяч. Да, по сравнению с тем, что я заработал 430 долларов. Естественно, придется какое-то время погонять на вот этой вот машинке. Сама же машинка и работа ничего интересного себя не представляет. Ну, а если интересна почтовая служба, то вот на проекте Тиранос есть действительно заслуживающее уважение. Почтовая машинка и вообще почтовая служба. Вот по этой подсказочке можно посмотреть. Ну, а мы обращаемся к карте. Если помните, я сказал, что карта разделена напополам. Это два разных государства. Это не зона отчуждения. Это просто два разных государства. У каждого из этих государств будет свое управление. Свой режим, свои правила. И вот мы сейчас как раз приближаемся вот к этой вот пограничной зоне. Сама же территория и пограничная зона выглядят вот таким вот образом. На подъезде к ней стоят блокпосты. Ну, и вот сама та самая территория и та самая пограничная линия. На данный момент там никого нет. И как это будет выполнено в дальнейшем, я, честно говоря, не знаю. Чьими силами будет охраняться вот это вот. Чей пост здесь будет заниматься. Одного государства или другого. Или совместный пост будет какой-то здесь стоять. Но, честно говоря, не знаю. На подъезде были два блокпоста. Что с одной стороны, что с другой. Но кто будет стоять непосредственно вот здесь, не знаю. К какой территории относится эта пограничная линия. Судя по карте, она относится вот к тому, куда мы сейчас заехали. И, наверное, войсками или правоохранительными органами этой республики и будет охраняться вот эта вот территория. Забор тянется от одного моря до другого. Переехать как-то или перейти невозможно. Можно только проехать сюда. Вернее, не проехать, а пройти пешком вплавь. А плыть эту стену. На машине сюда не проедешь. Так же не обошлось, конечно же, и без полицейского управления, стоящего прямо на трассе. Но в этом случае я не могу сказать, что это памятник анахронизму с высокими заборами, с вышками бесполезными. Как видите, все выглядит достаточно гражданским, мирно. Нету никаких заборов с колючей проволокой. Проезд всегда открыт. Хоть нету на проекте сейчас ни одного полицейского, как вы видите, шлагбаум открыт и проезд всегда свободен. В общем-то, здесь тоже особо претензий никаких и нету. Выполнено все достаточно красиво и аккуратненько. В таком гражданском, я бы сказал, стиле. Ну, а днем эта пограничная территория выглядит вот таким вот образом. Ну, и поэтому, наверное, можно понять, что погонять на этой почтовой машинке мне пришлось через эту границу, ну, не один раз, если честно. Потому что на тот момент другого способа заработать я здесь не увидел. Ну, к этому мы вернемся чуть-чуть позже. А пока давайте пройдемся по магазинам, которые находятся в городе Ковало. И все магазины автотранспорта распределены здесь по маркам. Например, вот этот магазин принадлежит марке Chevrolet. И здесь представлены, естественно, все модели... Ну, не все модели, а какие-то автомобили этой марки. То, что отмечено красным крестиком, это VIP. Но я должен повториться, что VIP-ку вам дают здесь после того, как вы перезайдете в игру на 3 месяца. Поэтому и цены, и VIP-ки у вас будут доступны. Ну, а сам ассортимент вы сейчас видите. Он не очень богатый. Сами же магазины рассыпаны по всей Ковале. Расположены они в основном вот в таких вот магазинчиках. И выглядят вот так. Ну, ассортименты, как я и сказал, богатого не ждите. Как видите, вот магазин Toyota, да, и всего 4 модели. Ну, в дальнейшем, наверное, этот модельный ряд вырастет. Но пока это вот в таком вот виде. В принципе, сами машинки, ну, достаточно неплохие. Добавлено, нет какого-то там совсем хламья. Машинки есть из чего выбрать. Ну, придется побегать по Ковале в поисках нужной вам модели. Вот, например, магазин компании Dodge. И здесь достаточно большой выбор по сравнению со всеми остальными. Если вы поклонник автомобилей Dodge, то здесь вы найдете для себя что-то интересненькое. И, в общем-то, вот примерно такой ассортимент и во всех остальных магазинах. По всем мы, наверное, не будем бегать. Ну, в общем-то, наверное, принцип вы понимаете, да, что магазины разбиты по маркам и разбросаны по всей Ковале. Единственное, что не хватает здесь же в Ковале магазина грузовой техники. Он почему-то вынесен за город. Пилить до магазина грузовой техники, ну, достаточно прилично. Он находится не доезжая DP-11. Ну, наверное, вы, кто играет, узнаете это место. Вот здесь вот стоит магазин грузовой техники. Обычно магазин грузовой техники ставится под Ковалы там недалеко от Меди. Ну, вот здесь решили это обыграть вот таким вот образом. Ну, а вот сам магазин. В общем-то, исполнение все тоже в том же стиле. Но транспорт, который здесь представлен, вы сейчас видите. Ну, и цены, естественно, на этот транспорт вы сейчас можете наблюдать. Чего-то более-менее уникального такого я здесь не нашел. В общем-то, представлены такие достаточно стандартные машинки. Мне, например, приглянулся Крайзик нефтевоз. Я, наверное, на нем потом остановлю свое внимание. Приглянулся просто потому, чтобы попробовать пофармить что-то. Поэтому, наверное, на нем мы и остановимся. Но на данный момент у меня нету такого количества денег. Поэтому я заехал сюда просто посмотреть. Ну, и заодно показать вам, какой транспорт здесь представлен. Как видите, снизу еще, пока у меня еще горят, закрытые машины. Те, что принадлежат обладателям ВИПКи. Но в дальнейшем они у меня откроются. Ну, а вот такой вот Крайзик нефтевоз я, наверное, себе потом прикуплю. Вот эти вот машины мне не нравятся вообще внешне. Вот какие-то они слишком огромные, но и некрасивые. Ну, вот, в общем-то, и весь список транспорта, который представлен на этом проекте. Плавно переходим к летной технике этого проекта. Летный магазин находится стандартно в аэропорту. Ну, а то, что представлено здесь в магазине, вы сейчас видите. Тоже не особо, я бы сказал, большой список летной техники. Самолетов нету вообще. Есть только вертолеты. Ну, зато есть мой любимый Махавк. Цены тоже еще пока без ВИПКи. С ВИПКой эти цены станут гораздо меньше. Ну, и весь список сейчас перед вашими глазами. Как видите, вертолеты еще и обладают и какой-то вместительностью багажника. То есть, как бы на них еще можно будет и фармить. Эти нижние вертолеты, так вообще, ну, с очень приличным багажником, я бы так сказал. Ну, вот такая вот летная техника этого проекта. Ну, а я же далее, как и обещал, заработал еще немножко денежков и купил себе вот этого вот кразика нефтевоза. Ну, не для того, чтобы возить нефть, потому что я ее в списке вообще не нашел. Нефть на карте есть, но в списке продаж ее нету. То есть, понять, сколько стоит нефть и есть ли смысл ехать и ей заниматься, абсолютно нету. То есть, цены на нефть нету и самой нефти в списке губернаторской в планшете вообще отсутствует. Посему я принял решение, что поеду заниматься газом. Газ в списке есть, он не самый дешевый, но и не самый дорогой из ресурсов, представленных этого проекта. Но для того, чтобы понять, какова здесь экономика и есть ли смысл этим заниматься, газ как нельзя лучше подойдет для того, чтобы поехать его и пофармить. И чтобы понять, сколько можно заработать, есть ли в этом смысл, ну и тому подобное. Поэтому я и выдвигаю в сторону газа. Здравствуйте. Здорово, Будь. Как у вас дела? Потихоньку, болезнь какая-то меня преследует. Что-что? Какая-то болезнь меня преследует. Болезнь? Да, я вижу, вы в крови. Вы можете выйти из машины, я вам, может, чем-то помогу. Сейчас, подождите. А что с вами случилось? Не знаю, лихорадка, эбола, наверное. Эбола? Да нет, но эбола не похоже. Так лучше, да? А, это лихорадка эбола не похоже, а эбола она вот так выглядит. Я знаю, зашел вот сейчас, что-то раз и что-то случилось, не знаю. Ну, то есть вы никуда не ударялись, нигде не вязались? Нет, нет, нет. Так получилось, что больной пушил. А вы кушали, пили, соблюдали диету? Ну, диеты-то нет, там сосиски трескаю периодически. А, ну, главное, хорошо, да, калории получаете, это уже... Да, да. Вот взял машинку, нафармить мне все-таки удалось за пять дней. А что делать теперь, не знаю, что на ней надо делать? На машинке, это газовая машинка, на ней можно либо газ добывать, либо нефть. Вот, я на газ-то, в общем-то, и рассчитывал, потому что что-то с нефти вообще не нашел. То есть залеж нефти нашел, а вот сколько она стоит, в планшете вообще ее нету, ее, ну, как бы, отсутствует. Я испугался, не стал ей заниматься, потому что ее нет в планшете просто. Кого, кого, газа? Нефти нету, нефть в планшете нету, да, ее там нету. А, посмотрите. Да, да, вы не торопитесь никуда. Нет, я уже, все, уже выздоровел. Сейчас посмотрим. Даже упал. Не, должно быть, сейчас посмотрим. Я три раза смотрел, может я слепой, конечно, посмотреть. Не в легали, не в нелегали, не нашел. Да, на самом деле, вы знаете, я тоже не вижу. Нету, нету, поэтому я не рискнул. Думаю, нефть здорово, она всегда везде денег стоит, но здесь ее нету. А вдруг ее вообще нету, хрен ее знает. Да, даже очень странно. Ну, это хорошо. А как газиком заниматься? Газиком, ну... Ну, помимо того, что у меня газики. Ну, его сначала добыть надо. Это вот где кислород, данная станция, вот там добываем? Да, по-любому там надо его добывать. Ну, и вот, друзья, выяснив у медика, куда надо ехать, собирать газ, я поехал в ту сторону. Ну, и тут медик опять ко мне прилетел. Меня удивила скорость сбора ресурсов. А выяснилось, почему? Ну, изначально, наверное, вы VIP-4 не получили, а со временем получили VIP-4. У вас сейчас VIP-4 стоит. Так, это можно посмотреть в своем планшете, да, статус открываете, у вас написано там в правом. Да, да, VIP-4 теперь вот. Да, просто изначально у вас его не было, а сейчас он есть. Вам его дали на 3 месяца нахождения на этом острове. Ну, ни хрена себе. Ну, и вот, друзья, как я и говорил, каждому, кто зайдет на этот проект, дается VIP-статус высшей категории, то есть 4 уровня на 3 месяца. То есть это целый сезон. Это очень много и, в общем-то, это достаточно приятно. Не могу припомнить вот так вот сходу, видел ли я хоть один проект, где давали VIP-статус на 3 месяца. По-моему, это первый проект в моей практике. Ну, а я тем временем, набрав полную машину газа, еду в сторону переработки. Посмотрите, как выполнена точка переработки. Это целый перерабатывающий комплекс. То есть авторы еще заморочились его по этому поводу. В своих обзорах я всегда упоминаю точки переработки, точки добычи. Если над ними автор потрудился, я всегда отмечаю это как плюс. И согласитесь, находиться вот в такой точке переработки гораздо приятнее, чем, например, на предыдущем моем обзоре, где я приехал на точку добычи или на точку переработки, а это просто вот такая вот черная коробка стоит в поле. Здесь же точка переработки ресурса выполнена вот в таком турбанистическом стиле. Сделана такая вот заводская антуражность. Ну, гораздо приятнее находиться вот в таком месте, чем просто стоять возле вот этой черной коробки в голом поле. И я всегда это отмечаю как плюс в проекту, потому что действительно какое-то количество времени вам придется провести вот в этих вот точках. И чем интереснее, красивее сделаны вот эти точки, тем лучше и интереснее игроку. Ну, и, конечно же, нельзя не отметить скорость переработки. Ну, да, это скорость переработки с VIP 4, но скорость просто божественная. И VIP 4 мне дается на 3 месяца. То есть за 3 месяца вы, ну, если вы любитель фарма, то нафармитесь, ну, в сласть. Ну, и с такой-то вот скоростью переработки. Но, тем не менее, время это все равно занимает. И это нельзя не отметить. Сама поездка на автомобиле от Ковалы до Атиры, где находится точка сбора газа. Потом от точки сбора газа до точки переработки. А это находится под Пиргасом. Затем до точки продажи. Это все занимает время. Плюс время еще на сам сбор и переработку. Хоть это и быстро с VIP, но это все равно занимает время. И что же мы получаем в результате? Вот на данный момент я подъезжаю к точке продажи. И опять надо отметить, что точка продажи тоже выполнена, ну, достойно. Это находится в ангаре, туда заезжаем, все антуражно, красиво, замечательно. К точкам переработки, сбора ресурсов, продажи у меня претензий нет. Все сделано красиво, антуражно. Но вот к самой экономике у меня есть претензии. А именно то, что результатом моих путешествий по точкам добычи, переработки и продажи, как вы видите, результат у вас на глазах. Таких продаж я сделал 5 штук. По 1700 там с чем-то. В результате у меня вышло 8252 доллара. Что, в общем-то, в 3 раза меньше, чем я бы заработал за одну ходку от ковалы до последней 20 точки и обратно на почтовой службе. Напомню, что на почтовой машине от ковалы до 20 точки вы зарабатываете 27,5 тысяч. Ну, если еще сделать рейс обратно, то получается в 2 раза больше. А здесь я за то же время, но с покупкой топлива, с покупкой машины, с покупкой лицензии получил всего 8252 доллара. Экономика не зря показалась мне еще на картошке ненастроенной. Она реально неиграбельная. Ну, и вот, исходя из этого, ну, это лично мое мнение, я его не навязываю. Но мне кажется, прежде чем ставить вот такие вот красивые здания госпиталя, я обещал вам показать, что в центре ковалы вырастет новое здание. Вот оно. Но прежде чем ставить вот подобные здания, настройте игру для игроков. Настройте баланс экономики. Да, здания вот эти вот красивые, они очень важны, да, я не спорю. Нужно делать какие-то красоты на проектах. Но первым делом ведь нужно сделать то, чтобы игрок смог насладиться игрой, получить удовольствие. То есть надо настроить экономику. А вот так получается, что, ну, мне надо опять садиться на почтовую службу. В общем-то, что я и сделал, чтобы заработать в дальнейшем на вертолет. Вот я опять продал всю свою технику и сел на почтовую службу и опять начал фармить вот эти вот поездки от точки 1 до точки 20. И это не мой выбор. Игра вынуждает меня, заставляет меня гонять на этой почтовой службе и за дня в день, и за дня в день. Я потратил 4 дня для того, чтобы заработать себе на вертолет. Вот гоняя от точки А до точки Б. Ну, это не совсем правильно. Мне кажется, сначала настройте основу, экономику. Да, конечно же, вот эти точки сбора ресурсов, они важны. Важна и красота проекта, и красота столицы этого проекта. Да, все это важно, но нужно начинать с основы. Ну, это мое мнение. Ну, а так, получается, что есть точки, которые можно посещать. Точки добычи, переработки, они все интересные. Ну, почти все интересные. Почти до всех добралась рука автора. Что-то где-то изменено, вот как сейчас на экране это все представлено. Но игрок не может этим всем насладиться, потому что экономика не настроена. Экономика кривая, цены взяты из головы. Каких-то ресурсов вообще нету в списке. Узнать, стоят они или не стоят чего-то, или вообще их нету. Невозможно. Так, например, я имею ввиду нефть. Ее вообще нету. Неизвестно, сколько она стоит. Есть ли смысл этим вообще заниматься. Есть ли смысл ездить по этим красивым точкам. Это все нужно настроить, чтобы игрок мог этим пользоваться. Ну, а если говорить в целом, то, несмотря на то, что не настроена еще пока что экономика, но я уверен, что разработчики займутся этим в ближайшее время. Потому что, действительно, это одна из важных основ проекта. В целом, если разработчик хотел сделать проект, похожий на какие-то олдскульные, старые сборки, то у них это получилось. Да, здесь не увидите каких-то интересных решений, которые я показывал там в своих обзорах. Здесь нельзя ставить свои ангары, нельзя ставить свои магазины, нельзя открывать свои предприятия. Он такой, достаточно скупой на вот эти вот интересные и новые введения, которые сейчас распространяются на многих проектах. Нет, он действительно такой вот олдскульный, старого образца. Как видите, здесь даже и скрипты, и моды все такие достаточно старенькие стоят. Если разработчики хотели действительно возродить вот тот самый дух той самой сборки, которой я, к сожалению, не знаком, ну, наверное, у них это получилось. Но, в принципе, общаясь здесь на проекте с администрацией, я понял, что на этом они останавливаться не собираются. Просто это база того, с чего они хотят начать. А их основная идея это возродить тот старый дух той самой сборки, которая когда-то была очень популярной, и она называлась точно так же Delta Squad. К сожалению, еще раз скажу, что я не знаком с этим проектом до этого, я услышал впервые, но, как я понял, что этот проект существовал какое-то время и был очень популярен. Какое-то время он был даже закрыт, такой приватный проект. Ну, если разработчики именно этого и хотели, то они этого добились. Проект, в общем-то, играбельный, осталось только поднастроить какие-то вещи и вывести его на играбельный уровень. И, в принципе, это такой, да, старый олдскульный проект, на котором нет ничего лишнего. И, в общем-то, администрация достаточно бодра и хорошо отзывается на какие-то пожелания игроков. Вы, в общем-то, можете зайти в группу, написать, пообщаться, адекватные люди вас выслушают и, может быть, даже прислушаются. Ну, в общем, вот такой вот у меня получился обзор этого проекта. Такой вот проект, я бы сказал, наверное, ну, может быть, на любителя, не знаю. Ну, мне он понравился. Он такой, да, он сухой, он скупой на какие-то фишки, но он берет чем-то другим. Не знаю, как это объяснить, но он берет каким-то своим духом, что ли. Может быть, действительно вот этой стариной, веянием старины такой, не знаю чем. Ну, вот такой вот у меня получился проект, сложно как-то его оценить или что-то про него еще говорить. Если кому-то понравилось, заходите, играйте проект в онлайне, проект открыт, он ждет своих игроков. Заходите, получайте удовольствие, наслаждайтесь игрой. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Доброго. Субтитры сделал DimaTorzok